друзья всех приветствую спасибо что заходите на мой канал в этом видео речь пойдет про вот такую рулетку а ее небольшой апгрейд так скажем она уже порядком износилась старенькая хочу показать один прикольный лайфхакец то есть не выбрасывайте вот такие рулетки не забивайте на них они еще вам пригодятся даже если здесь уже полотно такое так себе но она вполне еще рабочая но меня она не устраивает здесь миллиметра уже не видно заржавела она повидала виды это руле . вполне рабочая еще для лайфхака нам понадобится вот такая веревочка вот такой дюбель под саморезы для карандаша также нам понадобится сверлышко и дрелька берем рулеточку зажимаем ее как вам удобно например вот как я в тисочке вытягиваем до конца полотно так зажимаем фиксируем и шпана не убежала берем ножницы отрезаем она вот на такое расстояние вот это полотно берем дощечку подкладываем под полотно берем дрель и просверливаем вот здесь серединке дырочку технологическое отверстие берем шнурок и вдеваем в отверстие узелок хорошенько затягиваем чтобы он не был выпуклый чтобы он пролазил потом вот в это отверстие вот в эту щель куда уходит язычок если он сильно выпуклый то подпалите его немножко зажигалочка а потом придавите делаю как бы плоским и самой зажигалкой делаем такой набалдашник остынет не станет плоским и достаточно прочный отсюда он не будет вылетать и заправляем ее отпустив тормоз рулетки заправляем веревочку в рулетку она зайдет столько сколько надо по крайней мере в моем варианте вот вошло но если у вас потолще и пошире то здесь лучше удерживать чтобы не убежала веревка туда полностью вот на всякий случай вот так вот тормозом зафиксируйте затем берем вот такого дюбель я не знаю какой-то размер и просто берем и просверливаем отверстие небольшое вот эту веревочку сейчас поймете в чем смысл аккуратно не спешите затем берем веревочку которую мы уже сюда приладили к рулетке и вдеваем ее и отмеряем расстояние натяжки примерно вот так берем завязываем узел в итоге под самый краешек и обрезаем остатки затем отпускаем у нас получается такая конструкция узелок можно подпаять если кому для эстетики вот чтобы он крепче был получается такая конструкция ну и затем вот в этот вот колпачок так скажем вдевается карандаш ну и как вы понимаете это приспособление затем вешается на пояс или на рабочую одежду на комбинезон вместе с карандашом который никогда не потеряется то есть в подвешенном состоянии у вас вот так вот подвешен карандаш если вам что-то надо разметить вот всегда вот так вот раз на вытянутую руку что-нибудь разметите и отпустите и он у вас вот так вот висит вы никогда не потеряете на каком-нибудь строительном объекте сейчас покажу как это выглядит на практике давайте посмотрим друзья прежде чем показать я хочу напомнить вам чтобы вы подписались обязательно на канал потому что я для вас стараюсь показать давайте посмотрим как это на практике так вот раз разметили все и оставили вот так вот так раз на этом все спасибо всем пока